В этой библиотеке уже вторая наша встреча, и музыка будет звучать уже совсем другая, чем в прошлый раз, но не менее интересная. Думаю, что сегодня тоже мы начнём с музыки. Сейчас прозвучит пьеса XIX века из уровня Истойши. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Играет музыка 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 В 20 веке инструмент стали называть гу цинь. Это обозначает древний инструмент. Вообще слово цинь обозначает слово инструмент. Чтобы не было путаницы с другими инструментами, которые тоже имеют в самом составе этот корень цинь, добавили приставку гу. Также вы знаете, что цинь называются фортебьяно, гаун, цинь, скрипка, виоланчель, контрабаса. И для того, чтобы отличать гу цинь от других цинь, в 20 веке сделали такую приставку. Инструмент очень древний и, возможно, один из самых древних цитр в мире. Даже есть мнение, что это цитра самой древней Земли. По крайней мере, цинью около 3000 лет. По крайней мере, нам известно, что Конфуций обожествлял практически цинь. Он считал, что цинь это и есть музыка. И уже в его время, во время Конфуция, цинь уже переживал эпоху расцвета. И, соответственно, этот инструмент, который выполощает в себе конфуцианские идеи гармонии и золотой середины. Кроме конфуцианской тематики, существует произведение даосской тематики для цинь, пейзажное, любовное произведение. Встречаются тоже буддийские пейзажи. На протяжении истории развития своего, конечно, цинь менялся. И форма его менялась. Сначала он был пятиструнным. И был он сначала сплошным. Здесь у нас два резонадерных отверстия. Отверстия пруд дракона и озеро феникса. А раньше этих не было. Отверстие было сплошным. Из прудов было пять. Как менялся он сам, так, конечно, и менялась музыка его. Но предметно о музыке мы можем говорить лишь начиная с эпохи танк, к которой относятся первые сохранившиеся нотные сборники. Точнее, не сборники, к которой относятся первые сохранившиеся нотные произведения. Это произведения Деши и Олань «Одинокая Орхидея, оплату Деши», которая написана словами. Ноты тогда просто записывали мотными словами. И тут мы, может быть, перешли плавно к вопросу на базе. Первые произведения, найденные, относятся к восьмому веку. Это эпоха танк, это вот эта самая «Одинокая Орхидея», записана словами. И в этом же веке известно, что появился изобретатель нотации для циня, которая зашла на наши дни. Это второй вид нотации, он называется «Дяй-цюб-ку». Это значит сокращенная иероглиф. Потому что, если писать произведения словами, вы понимаете, это довольно трудоемо. И много бумаги занимает. Ну, в общем, просто довольно много усилий требуется. А он изобрел способ фиксации нот с помощью сокращенных иероглифов, который немного трансформировался до эпохи нет, до XIV века. А потом уже этот же вид до нашей дни прекрасно живет, мы этим видом нотации отличным фундаментом. Если кто интересуется, потом могу после нашей встречи показать ноты. Сейчас не буду тратить время. Как записывались ноты и как сейчас они записываются. Как это очень удобно, очень рациональный способ, который уже появился довольно давно. Диапазон цилиния довольно большой. Если считать еще из лажелета, то получается от до большой октавы до ре третьей октавы. То есть довольно широкий диапазон, и этим пользовались мастера и композиторы. И, между прочим, интересен факт, что чем музыка древнее, тем они больше этим пользовались с разбросом диапазона. Чем музыка древнее, тем она богаче и интереснее во всех смыслах. Ну вот, и, кстати, вот мы подошли к вопросу тембров. Основных тембров у циния три. Это открытые струны. Это прижатые струны. С помощью которых можно изобразить звучание похожей человеческой пены. И еще это флажолеты, которые расположены симметрично на корпусе. Но интересный феномен, если играть между ладами, получается такое звучание. Немножко напоминают колокол. В старинной музыке практически не используется, но современные уже начали использовать такое звучание. Современный ультимист, выдающийся, составил свою танкницу приемов. Это ультимуле зовут его. И приемов насчитывается у современности 126. Из них более 30 видов только аналоги вибрато. Среди вибрато тоже есть очень интересные названия. Летящая вибрато, короткая, перезвон колокольчиков. И, например, обезьянник рик. Кстати, одно из самых популярных вибрато. И совсем нет никаких намеков на какую-то гумористическую составляющую. Обезьянник рик, как правило, это очень эмоциональная вибрато и очень часто используется в крайне эмоциональных. Сегодня вы их слышите. Просто очень широкая антитуда вибрато. И распределение тембров в произведении является одним из факторов, определяющим его древность. Если, например, много открытых струнных лажолетов, мы знаем, что, скорее всего, пьеса или древняя, или стилизована под древность. Раньше у меня не было сомнений, что пьеса древняя, но теперь, с учетом некоторых факторов, видно, что люди, например, в шестадцатом веке могли стилизовать музыку ярко-бы конкульзантского времени. Хотя там по другим причинам понятно, что это бы не может. Выдающийся исследователь, Гуцина, Сюйдяй, делит формы, структуры в общем плане по темповому и по метрическому признаку. Давайте сразу сначала в свободном метрис, рассеянное начало, потом основная мелодия, замедление и завершение. Или, говоря западными терминами, кода. Завершение в бэйшен это имеет в виду то есть совсем небольшой раздел, как правило, из документованных тяжелетов. Второй вариант деления. Вот он как раз в центре стояка наиболее интересный. Второй вариант структуры. Свободный темп, средний, быстрый, опять средний и опять свободный темп. Вот эта структура, она очень хорошо отвечает в европейской структуре концентрической формы. И действительно мы видим, что, по крайней мере, в музыке эпохи мин, то есть начиная с 15 века, очень часто мы встречаем концентрические формы. Концентрические формы А, В, С, В, А. И в центре С. Значит, это самое оживленное, видите, да, в серединке, быстрый темп, самая оживленная тема. То есть мы видим вот этим чудесным образом возникшие концентрические формы с европейской точки зрения в китайской музыке, они просто соответствуют вот этому китайскому структурному принципу. Номер два. Ну вот. И третий вид структур произведения для гуциня, но он не только для гуциня, а вообще для музыки. Любой, я думаю, китайский характерен этот принцип, он очень общий, но не только даже и китайский. Мне кажется, на этом принципе, например, даже наша европейская сонатная форма строится. Сиджхан, Жуаньхер. Начало, продолжение, развитие заключения или замыкания. Это, кстати, формула, она пришла из поэтического творчества. По этим правилам строились поэтические статьи. Статьи и стихи писались. И вообще, кстати, за скобками можно сказать, что в китайской музыке, а особенно в музыке для гуциня, очень тесная связь с речевой интонацией. Это проявляется на многих уровнях. Вот мы видим схему из поэзии, которая структурная схема. Потом строение фраз имеет тесную связь с речевой интонацией. Ну и, как вы слышали, просто звукоизвлечение само имеет связь с речевой интонацией. Ну, это, на самом деле, думаю, что не одни китайцы в мире такие. Но, по крайней мере, вот эта связь речевой интонацией очень сильно бросается в глаза. Это одна из причем рассудист. И по европейской классификации тоже китайские пьесы очень хорошо укладываются в европейские формы. Бывают, конечно, импровизационные формы, такие спонтанные, но их, скорее, меньшинство. Потому что даже, казалось бы, какая-нибудь экипровизационная пьеса, если так в ней разобраться, она имеет очень логичную структуру. Вот я, по крайней мере, вот несколько форм здесь написала. Вот это то, что вот просто очень четко управляет циклезвленность. Это форма вариаций. Много пьес-формы вариаций. Трехчастная форма, репризная. Имеется в виду. Циклические формы. Ну, например, вы, наверное, знаете, пайру-куамин, да, из многих частей состоящих. Циклическая форма из контрастных разделов. Вот. И симметричная форма, про которую уже говорили. Да, вот в типе номер два, видите? Да, такой А, Б. А, Б, Ц, Б, А. Симметричные или консиметрические формы. Это очень интересно. И особенно такая четкая форма, когда совпадает с инфраструктурной, то есть, с тем, какой-то спонтанностью, это не может не восхищать. Потому что мастер был, который вдохновение подчинял четкой форме. Вот. И вот если не разбираться, эту форму просто ты не услышишь. Ну, наверное, всем известно, что лад – это система взаимоотношений звуков, как звуки между собой уже соотносится. Вот. Есть мнение, что для китайской музыки характерны исключительно пентатология. И действительно, то, что мы слышим и в современности, и даже музыка для цели, которую часто мы слышим, она дает устойчивое ощущение, что да, китайская музыка пентатонна. Это, в общем, и да, и нет. Китайская музыка стала пентатонной, в основном, начиная с 17 века. До того она была крайне богатой. Во-первых, существовала система 12 людей, хроматическая 12-систупеневая система. Во-вторых, существовало множество 7-ступенных ладов, то есть не 5 звуков, а 7 звуков. Кто учился в музыкальной школе, наверное, проходил лады народной музыки. Да? Есть такие люди? Ну, лады народной музыки, или как их раньше называли, церковные лады. В общем, 7-ступенные диагонические лады. Их очень много в музыке до цивицкого времени. Хотя, я уже говорила, что до нас не дошло ничего раньше, чем эпоха Тарр. Но вот мы можем говорить предмет на музыке эпохи Тарр, что там уже очень активно применяются 7-ступенные лады. В общем, даже других, насколько я знаю, обрастов 7-ступенные лады. Очень красивое звучание. Можно, скажем, вот такой лидийский лад. В таком звукоряде могут быть написаны пьесы. Очень красиво. И бывает, что в одной и той же пьесе могут проявляться несколько таких 7-ступенных звуков. И адфелидийский, и микселидийский, и очень разные другие. Потом это богатство сохраняется еще в Минской эпохе. Но уже к концу эпохи Мин, к концу эпохи Мин уже мы видим возобладание пентатоники. Да, но справедливость и ради я должна сказать, что старинная музыка тоже бывает пентатонная. Например, сегодня будет речь идти о музыке 15-го века, и там тоже есть пентатонные пьесы. Но они совсем по-другому строятся, чем современные. Ладно, это просто за скобками тоже оставим. А пентатоника действительно очень важна в теории музыки. И собственно в китайской теории музыки латы все как-то даже не ступерное определяли с помощью вот этих пентатонных звукорядок. немножечко получалось неестественным, мне кажется, потому в помощь нам приходят западноевропейские отечественные термины вот лады народной музыки. Миксолидийский, айонийский, ларийский, фрегийский, миксолидийский, вот эти все лады. Они очень логичны и очень точно объясняют природу ранних ладов китайской музыки. Вот, всего сохранилось 156 сборников нот для цини. Это уже в 1950-х годах выдающийся путинист и следователь Джа-Фуси издал, в общем, он искал и издал все найденные сборники цини, начиная с его фектара. И его труд был продолжен и в 2010-м году был опубликован результат, по которому мы видим, что сохранилось с древности до наших дней 156 сборников для цини. И 156 сборников для цини и более 650 произведений для цини с разными названиями. А сегодня, кроме первой сыгранной пьезы, которая нам дала такое настроение созерцательное, настроенное сегодняшнюю встречу, прозвучат произведения эпохи Мин. Напомню, эпоха Мин — это годы с 1368 по 1644. Музыкальная культура Мин очень богата. Она характерна развитие музыкального театра, которое связано с тем, что в эпоху Юань множество населения переехало в города. И с этим связано развитие музыкального театра. В эпоху Юань это было развитие музыкального театра Цзадюй, а следующая эпоха Мин, про которую мы сейчас говорим, в это время зародился музыкальный театр культуры. И музыка для Цзади тоже переживает очередную пору расцвета. Издается множество нотных сборников, сохранившихся сейчас примерно 37. А в лаговом смысле музыка для Цзади очень разнообразная. Есть, как я сказала, пьесы, написанная в 7-ступенных ладах, очень красивая. Причем тоже, как и в танцком музыке, без исключения встречаются практически все лады, даже лакритики встречаются. И что хотелось бы важно отметить, музыка в период эго-хи-мин имеет принципиальное отличие от того, что было, от того, что будет потом. то есть она имеет собственное лицо. Первое, это очень важное мотивное мелодическое развитие. Почему это важно? Потому что существует распространенная точка зрения, что в китайской теории музыки отдельно взятый звук преобладает нацовой мелодии. Это может быть в какой-то мере справедливо по отношению к музыке поздней, но и тоже я бы не сказала, потому что в музыке эпохи цир тоже очень важный мотив. Может быть они не такие красивые богатые мелодии, развиваются так пышно, как это было раньше, но мелодическое и мотивное развитие это очень важно. И на этом собственно строится целая форма, целое произведение. И это первое. Кстати и очень эти мелодии логичны. Если даже взять какую-нибудь мелодию, которую сегодня буду играть, мы видим, что строение мелодии практически не противоречит правилам построения мелодии в полифоне строгого стиля, которые мы изучили. То есть это достижение вершины, заполнение, скачки обязательно заполняются. То есть это очень логичная мелодия со своими очень строгими правилами развития. Вот. И еще одна такая особенность, которую я заметила не было тоже ни до ни после. Особенность такая. Это бросающиеся в глаза терцовость мелодии. Терцовость, и даже не сколько терцовость, много терций появляется в мелодии, а даже трезвучность. Казалось бы, вот трезвучие, да, и китайская музыка. Все знают, что казалось бы, преобладает с музыки, кварт, квинты, пентатоники, что-то такое без пунктанова. Но вот в музыке эпохи мин очень много трезвучий. Вот прямо вот такого типа. Или даже вариант 13-го отзвучить, что-нибудь услышите. Или например нажимаю, она играется отдельно. Это может быть, когда попадает один раз или два, это не имеет особенного значения, но на этом строится музыкальный язык. Но мы знаем, что примерно в то время, что эпоха мин, торцовость утверждается на запад. И конечно были связи культурные между Европой, может быть они были опосредованы через Среднюю Азию, через Центральную Азию, Но возможно, что вот этот торцовый принцип мышления пришел в Китай из Европы. С другой стороны, составители сборников, в общем, пьесы, из которых сегодня будут звучать, он говорил, что пьесы достаточно древние, в которых торцы используются. и они, он как правило ссылается на эпоху Тау. Но мы не можем это подтвердить, потому что музыка, даже отчаянная эпоха, там не имеет таких торцовых созвучий. Возможно, эта музыка видоизменилась, она изменилась, и, например, до эпохи Дуани, в эпоху Дуани, она уже приобрела такую особенность устойчивого музыкального языка. В общем, в минской музыке много трезвучий, терций, в общем, вот такая устойчивая особенность, которая, к сожалению, потом в период эпохи Цины, даже в конце Мина, она уйдет. Я думаю, это связано с усилением изоляции Китая. Вот. Ну, кстати, исследователи отмечают сходное с европейской музыкой, в китайской музыке ладовое строение пьес, устроив ладового, похоже на европейскую музыку того времени, а некоторые отмечают даже сходство ударных каденций тоже с европейской музыкой. Сборник Шин-Симико Чудесные тайные ноты, 1425 год. Это самый первый сохранившийся сборник для нот Легуциня, и по мнению некоторых китайских исследователей, он самый первый нотопечатный сборник в мире. Это не просто какая-то высокая древность, это золотая классика Пультиния, и сейчас все больше людей играют в развитии этого сборника, все больше людей расшифровывают. По крайней мере, мне известно два человека, которые этот сборник расшифровали полностью. Это Увэн Гуан с его отцом Мутим Ле, а также Джон Топс. Наверное, кто-то есть еще, кто расшифровал полностью, но неизвестно, что другие выдающиеся музыканты гениально расшифровали многие пьесы отдельные из этого сборника. Это издатель, редактор и составитель сборника Джу Цюань принц с основателя династии Мин. Джу Цюань очень интересный человек. Он был военным начальником, он был поэтом, композитом, мастером и гриноцинник. Кроме того, он был великолепным сентаком театра музыкального, он тоже трактат написал классический о нем. И он еще сейчас самое важное, он был Чей Бит. У него да, ему принадлежит классический трактат, который даже у нас в России стал классическим трактатом бачают, шхабху, руководство бачают, так буквально говоря. Даже сейчас приводится по его трактату способ обработки чайного места. У него очень непростая судьба была. Он поддержал, поскольку он был 17-й сын, основатель династии, конечно, но он не претендовал, конечно, на царский престол, но он поддержал своего брата в борьбе за власть. И тот брат его, Джунди, это тоже личность очень неоднозначная, он потом стал императором, но много всяких дел тоже совершил. Джунди обещал в награду за поддержку его, обещал ему владение богатыми разными землями. Но когда он стал императором, он просто сослал Джу Цюаня в город Нарчхам. И там его даже стали подозревать в полдовстве. И потому Джу Цюань отстранился полностью от политических военных дел и занялся искусством. И возможно, именно этой ссылке мы обязаны появлению вот этого гениального сборника Шэнь Тимико. Вы видите, что это первый сохранившийся сборник для Циня. Причем он на таком уровне и составным, и написанным, кстати, ему приписывают несколько произведений. Может, он действительно написал произведения из этого сборника. Это самый первый сборник, и, похоже, ни один сборник его не произошел по качеству произведений во всех смыслах. Ну, это мое мнение, по крайней мере, пока такое впечатление сложилось, по крайней мере, вот такая классика, которая пока ничто не произошла. Чу Тьон очень интересовался даосизмом с детства. С детства. И он даже взял себе имя Цюисяй, что обозначает изможденный небожитель, или тощий небожитель. Вот, это пишут, что он взял это имя себе в поисках бессмертия, так он, видимо, хотел как-то спрятаться от смерти, и постоянно встречался с даосами тоже в поисках рецепта бессмертия. И поэтому даосская тема звучит у него гораздо сильнее, чем можно было бы предположить. Например, многие пьесы сборника связаны с даосской тематикой. Это и воспитание, такая пьеса называется «Воспитание истины» и «Джейн». Это Лензе «Путешествует безедла в ветер». И Джоанзе «Видит бабочку во сне». В общем, много-много пьес. Я сегодня тоже сыграю пьесы, в которых будут, несомненные, даосские мотивы. Вот, кстати, и Ли Сао «Скорь прозвученного», который сегодня тоже прозвучит, наверное, вы слышали, да, это поэма Цююаня, поэта, который жил в 4 веке н.э. Эта поэма тоже неспроста включена в этот сборник, потому что Цююань происходил из царства Чку, в котором были очень сильны традиции шаманизма. А как мы знаем, даоссизм в своей основе опирался именно на шаманизм. И, кстати, сцена шаманизма тоже присутствует в пьесе Ли Сао, который сегодня, кстати, прозвучит. Не то, что шаманизма, там не будет вот этих обрядов, там просто будет обращение поэта к шаманам с советом. Они ему дают обычный человеческий совет. Вот такие буглы там не будут. Вот. Итак, сборник Булату, Шентимико, Чудесная тайная нота, состоит из трех томов или Дюань. Всего насчитывает 64 произведения. Первый том называется Божественная музыка высокой древности и включает в себя 16 произведений, по мнению Джу Цюаня, наиболее древних. В том числе, это поэма Гуандлина, Воспитание истины и Маленькая Барварская Флейта. Почему он считал, что наиболее древние? Потому что в этих... Он не нашел ни одного человека, который играл в эти пьесы. Потому он не осмелился поставить в них знаки фразировки в этих нотах. То есть он просто... Вот даже не знаю, откуда он эти произведения. Наверное, переписал в каких-то старых книг. Он не поставил никаких точек, никаких знаков фразировки. Потом уже в 16 веке уже расставили знаки при переиздании этой части. Второй и третий том или Цюани имеют название «Божественная музыка страны зазорила». Во втором томе 27 произведений, в третьем 21. Здесь уже стоят точки и произнена фразировка, потому что Джу Цюани сам мог играть и слышал, как эти произведения звучат. Вот и многие пьесы из второй и третьей части принадлежат мастерам и постсу по словам Джу Цюани. Сюжеты сборника совсем разные. Ну, преобладают, наверное, наосские. И еще хотелось бы сказать, хотя этимология слова «цинь» одно из объяснений, и по крайней мере в словарях встречается, это сдерживать «ди». Сдерживать или контролировать запрещать вот этот «ди». И вот несмотря на это многие пьесы этого сборника очень эмоциональны. Очень эмоциональны. И я думаю, это в каком-то смысле проявилась автобиографичность. Он был изгнан в Джу Цюань. И многие пьесы для него были каким-то откликом на его душевные переживания. В том числе Ли Сао. Помните, сколько разлученного, там была такая же ситуация, что поэта Церевод Цюань со слами. Пьесы второго и третьего тома сборника сгруппированы согласно настройкам или ладам. Используется восемь настроек струн, а названий ладов еще больше. В каждой группе пьес предшествует маленькая пьеса без названия. Точнее у нее есть название и у тебя называется Диауи, которое можно перевести как смысл лада. Это такие маленькие прелюди предшествуют группе пьес в каком-то определенном ладу. Это такие маленькие пьесы, в которых содержится интонационная и ладовая особенность тех пьес, которые будут звучать следом. То есть это такие пьесы разыгрывания, что ли. Это, кстати говоря, тоже одна из особенностей старинной музыки. Такие пьесы появляются уже в эпоху там. Мы видим, сами ноты не сохранились, но в том самом единственном сохранившемся нотном источнике Yowline там приписано несколько названий вот этих Диауи маленьких прелюдий. То есть мы знаем, что вот эти маленькие прелюдии непрограммные без названия они уже существовали в эпоху там. И в эпоху Мин они тоже существуют и процветают, а потом в эпоху Тиа они исчезают как правило. То есть эпоха Мин это вот все-таки мы видим эпоху расцвета, мускуля Ци. Прозвучит пьеса из этого сборника, из второго тома, первая из птичьих сегодня пьес называется улетхиночные крики ворона. Пьеса это достаточно древняя, как пишет сам Джу Цюань в комментариях. И тут немножечко непонятно. Говорят, что крик ворона пророчит или счастье, или несчастье, в зависимости от времени суток, когда он кричит. Если он, скажем, кричит ранним вечером, тогда это к счастью, а если поздним вечером, тогда нет. В общем, есть несколько запутанных историй о том, что ворон возвещает амнистию. По крайней мере, две истории есть о том, что он возвещает амнистию. И, по крайней мере, в одной истории мы знаем, что амнистия не состоит. Ну, и еще один вариант сюжета пейзажа. Это уже в более позднее время, в 16-м полном веке, при издании этой пьесы музыка осталась та же, а заголовки прибавились пейзажные. Южный полет, скармливание птенцов, борьба за гнездо. Вот такие заголовки, может быть, даже лучше на это ориентироваться. Да, еще я встречала вариант сюжета, что эта пьеса имеет лирический любовный сюжет. Но, мне кажется, проще всего отталкиваться от пейзажного сюжета. Так легко себе представить можно. И форма, как я уже говорила, концентрическая структура А, Ц, Б, А, в самом центре контрастной центрально-азиатской интонации, на ней строятся две кульминации. Центрально-азиатские интонации, кстати, тоже, мне кажется, показатель древности пьесы. Мы знаем, что в танцкое время очень были распространены контакты со странами Центральной Азии. И музыка, собственно, тоже носит отпечаток этого. Много очень ладов, которые характерны для музыки Центральной Азии. Это и фрегийский лад, и ладу с увеличенными секуньями. Вы сегодня это услышите еще, правда, в другой пьесе. Здесь вы услышите в средней части его будут контрастные центрально-азиатские интонации. Мы уже перешли к музыке эпохи Мин. Здесь будет такой музыкальный язык, характерный для этой эпохи, с трезвучими. Да? С трезвучими. Здесь торцовый цикат, который я говорила. Она из очень ярко, смешно. дождь. С трезвучими. Дождь. Здесь нерезвучими. Субтитры подогнал «Симон» 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 Играет музыка 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 Сао, ее расшифровку, она получила мне записать. И сейчас она тоже будет слышать. В общем, поговорим немножко о пьесе Ли Сао. Как уже сказали, что эта пьеса принадлежит древнокитайскому поэту Цью Юан. Поэтическая поэма принадлежит китайскому поэтическому первоисточнику, это принадлежит Цью Юан, который жил в 4-3 декабре до н.э. И, кстати, составитель сборника, принц Цью Юан говорил, что сам Цью Юан написал пьесу Ля Ци. Но это очень маловероятно, но, тем не менее, в комментариях это указано. Сюжет был очень близок к составителю сборника, который, вы помните, Цью Юан, да, его отправили в ссылку. Он писал в предисловии к последней пьесе сборника, в общем, чудесная тайная нота, он писал в предисловии к пьесе «Осенние гуси», что живет в неподходящее время к его талантам, зная, что да, он и преобладает. Вот он особым образом относился к этой пьесе, и эта пьеса получилась очень богатая и музыкальная, и эмоциональная. И напомню, сюжет поэмы Цью Юаня, он был советником при дворе правительства царства Чху, был оклеветан и создан. И в отчаянии, то есть пройдя разное мытарство, путешествие фантастическое, он окончает собой утопившись в реке, и вот это событие, его утопление до сих пор празднуется в Китае как национальный праздник, и устраивают гонки на драконьих водах, лодках, и делают специальные пирожки дзунзе, которые раньше в бредности бросали в реку, чтобы рыбы ели, значит, эти пирожки, они ели тело-тселы цью юань, а теперь их уже сами люди после едят, эти пирожки. В общем, это тот самый Цью Юань. Предыстория пьесы. В эпоху Танг существовала пьеса бутиниста Чэринг Хан Ши, пьеса Ли Сао в девяти разделах. Но никаких сведений нет о том, что она как-то связана с той пьесой, которую сейчас я буду играть. Я бы всегда сказала, что это очень маловероятно, потому что эта пьеса, я бы сказала, новаторский музыкальный язык. Столько дней всего есть. Эта пьеса не похожа вообще ни на одно другое произведение для цены. В общем, в этом сверленке про многие пьесы, можно так сказать, но это вот выделяется очень своим большим эмоциональным и музыкальным богатством. Настройка в этой пьесе это лад Ци Лян. Скорбный лад. Или еще называется Шу Шан. Чуски Лад Шан. Представляется вот по существу две соединенных пентатоники, в результате чего получается единственная настройка в этом сборнике, где отсутствует Коутон. И эта настройка Ци Лян, Скорбный лад русский, она характерна для пьес, которые связаны как-то с Чи Юанем, и для пьес, которые связаны как-то с царством Чху, откуда он был род. Вот такая интересная привязка. В пьесе 18 разделов, которые охватывают основные события поэтического первоисточника. То есть это, понятно, это программная пьеса, 18 разделов, у каждого раздела есть заголовок, который напрямую отсылает нас к поэтическому первоисточнику. Но при этом, как во многих, кстати, пьесах минской эпохи, при этом музыкальная форма организована тоже очень логично. Это структура трёхволновая. Тут присутствуют три кульминации, которые каждая особенная. Первая кульминация – это когда Чи Юань уезжает, но потом хочет остановиться и останавливает свою колесницу. И тут вот звучат вот такие звуки. То есть очень такой звукоизобразительность, очень такая звукопись, я бы сказала, весьма эмоциональная. Это первая кульминация. Следующая для кульминации, пока я играть не буду, потому что я не перестроила лучший инструмент на этот план. Вторая кульминация – это 12-й раздел, там, где по ходу сюжета Чи Юань сватывается ко многим красавицам прошлого, такие фантастические его путешествия. Он к ним сватывается и видит, что они какие-то достаточно нравственные для него. И вот в этом 12-м разделе вторая кульминация появляется уникальный для не только времени мин музыкальный язык. А вообще для всех пьес в общем, такой музыкальный язык там очень много диссонансов. Появляются параллельные септимы, появляется доминансер-таккорд разложенный. Вот где вы видели в китайской музыке где доминансер-таккорд? Ну, он, конечно, не воспринимается как доминансер-таккорд, но малый мажор, потому что это вот торцовость, она торцовость и, в общем, предельный диссонанс. То есть это такая, даже, можно сказать, какого-то романтического плара, раздвоенность, раздиральность внутреннего героя. И, кстати, то, что вот эта пьеса имеет некий дух романтизма, в том числе это вот предельное эмоциональное, романтические путешествия, неприятие остального мира, вот это вот все. Вот это очень романтические черты, их отмечали даже китайские исследователи. Вот, например, я уже говорила сегодня про Сюдианю, он прямо пишет в китайской книжке, что эта пьеса имеет дух романтизма. Вот, в общем, мы сейчас говорили про вторую кульминацию. Первая кульминация – это колесница, вторая кульминация – это внутреннее сомнение, которое выражается в обувиере диссонансов, и третий подъем, третья кульминация – уже совсем близко к концу. Это уже последний его порыв, то, что орхидеи не пахнут, и такая користная кульминация после этого уже спахнет. И там в третьей кульминации достигается самая высокая нота в прижатых струнах. Тоже такой последний эмоциональный порыв. Трик кульминации организованы совершенно по-разному. Тем не менее, это довольно индивидуально. И будут… Кстати, еще чем очень цена расшифровка именно «Лиф и Ньюль», потому что она не игнорирует странные звуки, которые встречаются в табулатуре XIII века. Есть очень много хороших расшифровок, но в которых, и других пьес, и это тоже пьесы, в которых игнорируются звуки, которые, казалось бы, не на том месте. Они, наверное, расшифровочкой думают, что это ошибка переписчика или автора, но дело в том, что существует закономерность появления этих звуков. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, что расшифровка «Лиф и Ньюль», она кроме того, что очень красивая, она к тому же еще похожа, что наиболее достоверная исторически. «Лиф и Ньюль» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА